Без родины, без флага. В Усть-Каменогорске 15 лет живет семья без документов, удостоверяющих личность. Муж, жена и двое детей приехали в Казахстан из Украины. В 1999 году при пожаре сгорели все документы, с тех пор семья тщетно пытается их восстановить. Юлия Ефремова навестила семью, которой нет ни в одной базе данных. Переплыть на лодке «Ртыш» для главы семейства Анатолия Удовенко – обычное дело. За те годы, что он с семьей живет через реку от города, преодоление русла в 300 метров доведено до автоматизма. Мы уже больше 10 лет здесь живем, лет 12 лет. И морозы были за 40, плавали еще. На эту сторону «Ртыша» Анатолию с семьей пришлось переехать после пожара в их комнате общежития. Тогда денег у семьи хватило лишь на этот домик. В огне сгорело все. В том числе и красные паспорта, с которыми они приехали в Усть-Каменогорск из Украины. Актер театра Анатолий старается дома поддерживать позитивный настрой. Даже внука назвал в честь своего любимого актера театра и кино Никиты Михалкова. Правда, вот уже год Анатолий в театре сам не работает. Я работал-то по дядькиным документам, а он уже как вот на пенсию вышел. Уже, как говорится, и пенсионера держать, я по чужим работаю. Как говорится, воровать не умею, только зарабатывать больше ничего. Ну вот сейчас скажу только на подработку. Где-то что-то там иду и зарабатываю деньги. Когда документы сделают, в театр назад меня, то ждут, чтобы назад взяли. Но восстановить документы оказалось непросто. Анатолий, его жена и двое детей, выехав с Украины, исчезли со всех баз данных. Связался с семьей на Украине, с сестрой родной. Она сходила и узнала, что наши данные в архиве мертвых. Вся форма один. Детей и мои вместе с женой. Не смогли у Довенко оформить документы и на малыша. Несмотря на то, что Никита рожден в Казахстане, так как у мамы нет документов, и ребенка не смогли зарегистрировать. Ни о каких пособиях Анне, как молодой маме, и речи нет. Она даже не может продолжить учебу и получить специальность. Я отучилась 11 классов, закончила 11 классов. Ну и сейчас я дома, пока Никита маленький. Чтобы дальше поступить, хоть заочно, что не могу поступить, чтобы потом в дальнейшем на работу выйти тоже. Жена Анатолия Елена в миграционную службу приходит раз в три месяца. Именно столько идет ответ с Украины на запрос о предоставлении архивных копий документов. За 15 лет с города Кривой Рог положительный ответ так и не пришел. Но Усть-Каменогорский полицейский по-прежнему обещает помочь. Каждый гражданин, который проживает в Республике Казахстан, должен иметь документы удостоверяющей личности. То, что у них нет документов столько лет, конечно, это нарушает законы. Мы со стороны, ну с нашей стороны и с вашей помощью, наверное, будем оказывать им содействие на оформление документов, чтобы они были полноценными гражданинами Республики Казахстан. Но пока содействие, дальше обещание не ушло. И теперь единственная надежда у главы семьи Удовенко осталась на посла Украины в Казахстане. Анатолий надеется, что человек такого ранга сможет помочь его семье восстановить документы. Лишь осталось добраться до представительства в Алма-Аты. Но даже передвижение внутри страны без удостоверения личности весьма проблематично.